Региональная ОМВД сообщила о новом вопиющем факте мошенничества. На сей раз жертвой преступников стал 60-летний житель Удомли, обманутый на 6 миллионов рублей. Под видом банского сотрудника сообщили, что якобы какие-то проблемы со счетами, и необходимо срочно денежные средства перевести на безопасные счета. Соответственно, потерпевший перевел имевшиеся у него накопления, а также на него мошенники оформили несколько крупных кредитов, которые также в дальнейшем потерпевший перевел на счета мошенников. На этой неделе вышел специальный выпуск программы «Тема дня», посвященной борьбе с мошенниками. И вновь эксперты программы разъясняли жителям региона, как не потерять свои деньги, и какие данные никогда, никому, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону. Код с обратной стороны, срок действия, держатель карты. Также никогда нельзя сообщать остатки на счетах, которые у вас имеются. Соответственно, все эти несведения есть в наличии банковых сотрудников. Если как только вы слышите такие вопросы, значит, это 100% вам звонят мошенники, и необходимо с ними прекратить разговор. И еще запомните один важный факт. Сотрудники банков, сотрудники полиции никогда не звонят гражданам и не сообщают о том, что необходимо провести какие-то финансовые операции и провести куда-либо денежные средства, которые имеются на счетах граждан. Уважаемые жители региона, не ведитесь на уговоры злодеев. Это тот случай, когда лучше смолчать, прервать разговор, успокоиться и перезвонить, либо прийти в банк. А уж если сказали то, чего нельзя, немедленно звоните в полицию. Денежные счета мошенниками снимаются в течение от 15 минут до нескольких часов. Соответственно, если вы в это время не успеете обратиться, уже не будет никакой возможности у сотрудников полиции предпринять меры по блокировке счетов мошенников и, соответственно, аресте денежных средств, похищенных на этих счетах. 6 октября на фронт из Твери отправили 100 мобильных печей, необходимых в наступающие холода, вновь мобилизованным, в блиндажах, окопах, палатках. Это малой формы легкие печки, чтобы солдаты в зоне СВО могли подогреть себе что-то, покушать и обогреться. То есть малодымные, очень экономичные печки. То есть сами посмотрели, облегчили и произвели. Появилась возможность сделать что-то своими, скажем так, руками для того, чтобы это все помогало там, где и это нужно. В эти дни фронту нужно многое. Тверская общественность и бизнес не остались в стороне, и чем могут, помогают российским военным. Спасибо общественной палате, что она поддерживает. Спасибо боевому братству, другим ветеранским организациям, которые приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи. Это квадрокоптеры. Я хотел бы большое спасибо сказать ИП Зеленцовой, ИП Федотову, всем дилерам нашим, которые продают автомобили. Потому что включились все. Это и Нордавто, и Маконавто, и важная персона. Кто чем может помогать? Кто деньгами? Кто покупает бронежилеты? Кто покупает, как я уже сказал, квадрокоптеры, оптические прицелы? Все, что нужно для того, чтобы наши ребята вырвали эту победу.